Поведение подростков На это очень часто жалуются родители, что вчера был нормальный ребенок, а сегодня что с ним происходит? На самом деле мы должны понимать, что с ребенком действительно происходят изменения. Его мозг сейчас так быстро меняется, что даже в эти моменты теряет некоторые свои функции. Вот то, что мы ждем от ребенка, вот это самосознание, самоосмысление, умение планировать ситуацию, потом вот анализировать. Вот он это сейчас не может. Он сейчас действует под воздействием импульсов. Вот стукнуло ему что-то в голову, он побежал. Услышал он какое-то слово в адрес, он тут же грубо ответил. Он жалеет даже потом об этом, но пока себя сдерживать не может. Вот такая физиология. Можно еще сказать о том, что ведет он себя так, потому что он уже не ребенок, но уже не взрослый. А это какой возраст? Да, вот эти, сейчас расскажу. Старые модели поведения ему уже не подходят вести себя как ребенок, у него уже не получается, а новые модели поведения он еще не освоил, просто не знает. А возраст подростковый, это очень хороший вопрос, Женя, ты задал. Я уже просто в этой студии озвучивала в прошлый раз, когда приходила экспертом. И сейчас подростковый возраст, он очень сместился. Уже 8-9 лет, можно сказать, что ребенок рядом с подростковым возрастом. То есть, если вы ждете до 16, то он... Мы опоздали. Вы опоздали, он уже подросток. Так хорошо, но возраст у него такой, так что пускай дерзит и игнорирует, раз ему вот по возрасту так положено. Я это не для того говорю, чтобы вот обелить подростка, что ему по возрасту положено, это его физиология, значит, он может делать все, что угодно, мы на это закрываем глаза. Я это говорю для того, чтобы родители понимали, что с ребенком происходит. Когда взрослый понимает, что вот пока что с мозгом там еще трудности, он спокойнее на всякие вот эти вот дерзости, грубости реагирует. А ребенку в подростковом возрасте как раз и нужен вот этот вот авторитетный, спокойный и уверенный в своих действиях взрослый. Потому что ребенка-подростка вы уже никаким позорным стульчиком, углом, ремнем и лишением сладкого не напугаете. Ребенок-подросток уже будет реагировать совсем на другие вещи. А реагирует он на обычные воспитательные вещи. Это мотивация, это пример родителей, это рамки и правила. Вот это еще все работает. А вот всякие угрозы, наезды, запреты уже нет. А если подросток ведет себя как-то глупо, иногда нарочито, что это такое? Ну вот чаще всего это защитная реакция. Приведу пример. Допустим, мальчику-подростку нравится девочка. И он всеми вот ведет себя просто как клоун. Дергает ее постоянно, то за волосы, то какие-то гадости ей говорит. Все для того, чтобы никто вокруг не заметил его волнение, когда эта девочка к нему приближается. Или же он вышел отвечать в классе, учитель какое-то ему задание задал. И он тоже начинает дурачиться, кривляться, смешить всех одноклассников для того, чтобы тоже опять никто не заметил, что он переживает. Родителям подростков очень часто кажется, что они ну совсем вот до невозможности оглупели. Но я хочу всех родителей успокоить. Вот чуть-чуть подрастет и все это пройдет. Легче станет сразу. Есть еще один момент, он присутствует, мне кажется, у каждого подростка и у каждого родителя. Вот еще один камень преткновения, скажем так, это лень подростковая. Вот дети не хотят ничего делать, а родители, наверное, постоянно ждут от них чего-то, что они что-то взяли и сделали. Да, я понимаю этих родителей, потому что вы себе представьте вот себе, да, такой среднестатистический родитель подростка. Это человек, которому 35-40 лет. И в этом возрасте время полетело очень быстро. И каждую минутку ты ценишь, и у тебя вроде только что январь был, потом май, здравствуйте, уже середина июля. Уже середина июля, да? Я утрирую, но она очень скоро произойдет. Не пугай. Естественно, когда мы в своем возрасте с таким восприятием времени видим наших подростков, которые лежат на диване и втыкают в свой телефон, естественно, нас это раздражает. Но лень – это всегда симптом. Люди, ну, организм человеческий, он так устроен, что те дела, которые вызывают у нас какую-то сложность, неприятность, стресс, мы стараемся вот во все это не лезть. И поэтому, если мы даем ребенку задания, которые сопровождаются дополнительным стрессом, естественно, они этого делать не хотят. И нам кажется, что они ленятся. Получается, что лень – это симптом. Симптом того, что ребенку это сложно. Я вижу по вашим глазам, что я сама сложно сейчас объясняю. Я вам сейчас примерчик приведу. Вот, допустим, даем мы ребенку задания, какие-то домашние дела делать. Знаете, вот по статистике, какие чаще всего родители дают детям делать? Ну, убрать дома что-то. Все самые дела, которые сами делать не хотят. Мыть посуду, полы, там, не знаю. Некоторые специально рожают детей для этого, чтобы они работали. Вы понимаете, да, то есть мы сами не хотим, я даже пример могу привести из собственного детства. Моя мама, там, каждые, не знаю, там, полгода давала мне задание мыть посуду в серванте. Она в эти моменты рисковала очень, потому что посуда вся в тазике, там можно было разбить бокалы, больше комплекта у тебя не будет. Но вы представляете, как сильно она не хотела делать это сама, что готова была даже рискнуть. И мы очень часто это делаем. Поэтому, когда вам кажется, что ребенок ленится, вы постарайтесь ему создать условия, в которых он вот эти вот неприятные дела будет делать хотя бы, ну, в хоть какой-то легкости. Ведь вот эти вот даже домашку, когда ребенок делает, почему он не хочет ее делать? Да потому что, знаешь, сейчас он только сядет за стол, как прилетит ему и крики, и недовольство, и математика у меня не получается. То есть сплошной негатив вокруг этого дела. Если ребенок ленится, ищем возможность помочь ему облегчить вот эту вот ситуацию для того, чтобы он ее доделал до конца. И сверху не орем, потому что это еще больше добавляет стресса, а где стресс, там тут же появляется лень. Прекрасные советы нам дала Олеся. Я надеюсь, что родители подростков прислушаются к ним и как-то по-другому посмотрят на своих детей и найдут вот этот контакт. Спасибо большое, что пришла к нам. И вам спасибо, что послушали. Тебя всегда интересно слушать. Ну, а мы двигаемся дальше. Пришло время вкусного рецепта, ну, а других мы, понятное дело, и не держим. Как выглядит шаурма на минималках? Узнаем прямо сейчас в «Дело вкуса».